Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Это просто реформаторское апостольское откровение. Привет, друзья! Вы смотрите Опиум для народа на канале Денису Микрофона. Я надеюсь, вы хорошо отдохнули за эти новогодние праздники. Полны силы, полны решимости смотреть новое видео на моем канале. Тема сегодня сверхсерьезная, очень серьезная, потому что мы затронем еще одного религиозного лидера. Целого главу движения, который тоже, как и Мунтиан, часто называл себя апостолом, понятное дело, не имея никакого отношения к апостольству. Это Алексей Лидяев, который дал пару месяцев назад интервью на одном YouTube-канале. Я использую все эти фрагменты, они, короче, 9,9 секунды в рамках добросовестного использования, исключительно для обсуждения и создания своего контента на их основе. Вы говорили о том, что не всегда обязательно просить прощения у людей. Это Жасмин Ряховская. Вы поймете уровень ее подготовленности как религиозной журналистки. Уровень этого интервью очень-очень скоро. Она невестка Сергея Ряховского, довольно известного человека в российском религиозном мире. Ну и, понятное дело, у нее есть доступ к разным звездным, так сказать, гостям, с которыми она беседует. И вопрос о том, нужно или не нужно, и важно или не важно просить прощения за какие-то свои поступки, он достаточно важен в нашем сегодняшнем разговоре. И в пример приводили Иисуса, который, когда изгнал людей, кто торгуется в церкви, не извинился ни перед кем. Наверное, здорово люди торговали в церкви, говорят, Библия с золотым обрезом сколько? Тысяча. А если без обреза за 500 отдашь, а свечки почем? По 5 или по 7? Ну, я понимаю, что я утрирую. Ну, такой вот уровень, уровень Жасмин. Но что поделать? Люди не торговали в церкви, это была торговля в храме. И, как мы помним, Христос, в Евангелии написано, Он изгнал торговцев из храма. И вот, что вот приводили тот пример. Он ведь не извинялся, он ведь все-таки не просил прощения, хотя речь о совершенно разных вещах. Вы до сих пор считаете, что вы были правы, когда подвинули новый мировой порядок и просто разоблачили других пасторов? Разоблачил ли он кого-то, совершенно непонятно. А вот его шум с новым, так называемым, новым мировым порядком, в общем-то, это было интересно. Безусловно, это был такой пшик, это была попытка навязать всем свое видение. Но такая вот глобальная, серьезная, когда он пытался как можно больше людей, как можно больше разных религиозных лидеров в это вовлечь. За откровения Божьи никогда не извинялся и извиняться не собираюсь. То есть, Лидяви до сих пор считает, что его новый мировой порядок, он глава движения, так называемого нового поколения. Хотя, скорее, это новое ошаление, околение, что угодно, но уж точно не поколение. Хотя, за годы его существования, ну, вполне себе, поколение уже увидело свет. И, в общем-то, Лидяев говорит, что за откровения Божьи не извинялся и не собирается извиняться. То есть, он считает, что то, что он делал, все его попытка насадить так называемый новый мировой порядок, это откровение. Интересно, а это тоже часть этого откровения? Я ставлю тебя над народами, чтобы разрушать и сокрушать старый порядок и утверждать новый порядок в этих землях. Разрушать старый порядок и утверждать новый порядок на этих землях! Это Кам Ланя над Сандеем Аделаджей. И вот он Сандею Аделаджу ставил, ставить этот новый порядок здесь, в Киеве. Мы помним, Кинс Кэпитал и многие другие религиозные аферы, его сексуальные скандалы. Ну уж поставил, так поставил. Молодец, Лидяев, и за это, конечно же, не нужно просить прощения. Ну что, не шмогла, так не шмогла. Ну идем дальше. Если человек согрешил, он приносит извинения, когда совесть требует того. Алексей, ну какая совесть, какая совесть, там все уже настолько прожжено, что я как бы практически не верю, что вы в состоянии у кого-то за что-то попросить прощения, тем более за такое серьезное заблуждение, которое вы многие годы насаждали. Взгляд на одного того же человека, на одну и ту же церковь может быть совершенно, совершенно разное. Вот и я считаю, что Лидяев никакой не апостол движения новое поколение, а он осталок, осталок движения новое поколение. Так и запишите, потому что иначе быть не может, потому что не может нормальный человек такое вот на голубом глазу наваливать людям, такое вот выдавать, и вы поймете, к чему я веду, и вы поймете, что за всем этим стоит, потому что это вполне серьезные вещи. С чьей-то подачи это понятие трактуется совершенно неверно. Неверно, говорит, трактуется это понятие, новый мировой порядок, неправильно это все преподносится, неправильно это понимается, а как же надо и вообще откуда это пошло? Что мы должны идти во власть, должны менять правительство, экспансия, вторжение. Знаете, одно и то же слово каждый человек может, ну, трактовать по-своему. Ну, именно это он и говорил, и именно это брали на вооружение и пытались идти, оправдывая свое желание слиться с властью в экстазе. Именно это, я уверенно, используют многие герои моего блога для того, чтобы оправдать свои какие-то нелепые действия, когда они, ну, практически облизывают власть ради какого-то такого мимолетного взгляда, мимолетного внимания. И, в общем-то, много действительно пошло от Ледяева. Это было определенное движение в Латвии, определенный такой вот шум от этого пошел, но на самом деле результат весьма плачевный. В моем учении или в моем откровении нет ничего противозаконного. Ни с позиции Конституции страны, ни с позиции Евангелия. Ну, вот спасибо, хотя бы он честно говорит, что это там не библейское учение, это не учение церкви, это не учение там еще какое-то, это учение Ледяева, это учение конкретного человека. И он честно говорит, в моем учении нет ничего против законов страны, к примеру. Это просто реформаторское апостольское откровение. О как! Не больше, не меньше. Реформаторское апостольское откровение. Кем он себя возомнил? Кальвином? Лютером? Может быть, апостолом Павлом или Петром? Откуда столько гордыни в этих людях? Откуда столько желаний вот показать свою такую важность? И, казалось бы, абсолютно нелепые действия, за которые стоит как минимум извиниться? Но нет же, нет, он хвалится этим, гордится. Я специально взял это название «Новый мировой порядок». Люди шарахаются, это же масонская терминология. Конечно, масонская. То есть, Ледяев специально взял масонскую терминологию, масонское название. Интересно, зачем? И я это делаю точно так же, как сделал Давид. Он взял меч Голиафа и его же оружием обезглавил. Эван Ачо Михайлович, так он, оказывается, Давидом себя возомнил. И не в проще дело с камнем, а дело в мече, которым он обезглавил Голиафа. Голиафа, он имеет в виду масонов, пропали резко, перестали существовать. Ледяев всех масонов победил. Поэтому я взял это название для того, чтобы обезглавить. Он взял название, чтобы обезглавить масонов. Это, оказывается, не для власти. Это, оказывается, не для того, чтобы они там в парламент или еще куда-то шли. Ледяев просто борется с масонами. Так и запишите. Он заплатил. Он царь всех царей. Он владыка всех царей земных. И мы не имеем права его ограничивать. Говорит, Бога мы не можем ограничивать. Ведь он заплатил, он владыка. Он, в общем-то, все это сделал. И вот здесь Ледяев очень тонко переходит к своему видению Бога. И вот здесь я начинаю понимать, откуда этот новый мировой порядок. Откуда такой взгляд на мир. Откуда такое рвение и желание все вокруг ломать, крушить и что-то такое создать. Нет, безусловно, он талантливый человек. Я думаю, он талантливый режиссер, талантливый музыкант. Он ставил интересные мюзиклы. Но в своей религиозной деятельности он достаточно страшный человек. Потому что он не на стороне света. И я это докажу. Он только там вот кормит нас. Ах, благотворительная организация. Нет. Он князь мира. Он князь мира. Нет, безусловно, в книге Исаии, там где говорится о пророчестве о Христе, упоминается ровно один раз, что он князь мира, где говорится о Христе. Но все остальные моменты в Новом Завете, где говорится князь мира, речь идет о сатане. И вот я говорю смелую вещь. Вещь, которая, наверное, взорвет определенную часть аудитории. Ледяй служит сатане. Потому что не может верующий человек настолько баламутить воду. Не может верующий человек переворачивать все с ног на голову. Не может верующий человек вносить столь много раздора. Но человек, который служит сатане, вполне. И тогда все укладывается. И масоны, и масонское название, и масонская организация, и новый мировой порядок, и Сандеа де Ладжа. Странно, что в этом списке нет мунтиана. Ну да ладно, наверное, небольшая недоработка Ледяева. Но все тогда укладывается в этот список. Князь мира, которому служит Ледяев. Песнь любви моему Господу, который по праву является хозяином этой земли. И хозяин каких-то материальных благ, тот, которому всегда мечтал и хотел служить Ледяев. О Боге ли он говорит? Или он все-таки говорит о том, кто когда-то назывался Люцифером? И он является главою нового мирового порядка. Да нет уж, друзья, Бог не имеет никакого отношения к новому мировому порядку. А вот дьявол вполне, для того, чтобы дурачить доверчивые умы. Для того, чтобы дальше, через таких как Людяев, Мунтиан и прочих, вести за собой тысячи людей. Хотите ли вы быть в этой толпе? Или вы хотите начать думать своей головой? Жить своей жизнью? И все-таки адекватно оценивать то, что происходит вокруг вас? Смелые утверждения, что вы думаете о них? Напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал Денису Микрофона, рубрика «Опиум для народа». И подпишитесь на мой телеграм-канал. Друзья, на случай, если этот канал вдруг будет заблокирован или удален, потому что вы понимаете, что атаки против него усиливаются. Такие как Мунтиан, Ледяев и прочие. Они агрессивно воспринимают критику против себя. Я создал резервный канал. Это такой запасной аэродром. Он называется «Опиум для народа». И ссылка на него находится в описании. Туда мало-помалу будут добавляться видео, которые уже есть на этом канале. Я прошу вас подписаться, чтобы в случае, если этот канал будет заблокирован или удален, мы не потеряли с вами связь.